Ответственность за запретные продукты хотят возложить и на поставщиков. Ввоз запрещенного продовольствия могут приравнять к контрабанде, а нарушителей наказывать штрафами и лишением свободы. Соответствующий законопроект готовят к осенней сессии в Госдуме. Подробнее об этой и о других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале программы. В России хотят создать Центр защиты прав и интересов детей. Вместо разрозненных структур правительство создаст одно ведомство. Соответствующий приказ уже подписал глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов. Специалисты займутся вопросами образования детей с ограниченными возможностями, проблемами опеки и попечительства, профилактикой социального сиротства, защитой прав детей-сирот. Кроме того, Центр защиты прав и интересов детей будет проводить научные исследования и заниматься вопросами повышения квалификации специалистов в области детства. В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность для лиц, причастных к ввозу в Россию санкционированных продуктов. Напомню, летом прошлого года власти России в ответ на западные санкции объявили продовольственное эмбарго. Но отсутствие соответствующего уголовного наказания позволяет некоторым обходить запрет, считают народные избранники. На прилавках и сейчас можно встретить опальные продукты из Европы. К осенней сессии Думы готовится законопроект, согласно которому в Уголовном кодексе будет особо оговорено наказание для граждан и юридических лиц, пойманных при попытке нарушить продовольственное эмбарго. Ввоз санкционного продовольствия хотят приравнять к контрабанде, а нарушителей наказывать штрафами и лишением свободы. На российских дорогах ужесточат правила дорожного движения. Это реакция на крупные ДТП в Хабаровском крае, где после столкновения двух рейсовых автобусов погибли 16 человек и десятки пострадали. По словам первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова, в России займутся созданием механизма обратной связи государства и общества, чтобы плохие участки трассы ремонтировались. Будут ужесточены требования к автоперевозчикам. На интернет-сервисах появится информация не только о пробках, но и об особо опасных участках дороги, где часто случаются аварии. Возможно, в российском законодательном поле появится понятие «опасное вождение», когда лихачей будут привлекать к уголовной ответственности.